Ребятки, всем привет! Сегодня я сниму обзор на замену вот такого ноутбука Samsung N150 Plus Кстати, я потом видео досниму, как я его довел дома К замене этого ноутбука у нас идет побольше, конечно, ноутбук, гораздо больше размером вот такого размера заказанный с aliexpress.rom или как он там называется это Asus вот такой вот он легкий очень, кстати, но вот тяжелее, конечно, коробка у него конечно, я уже его разорвал, смотрел тут вот пломба, ну, конечно первую распаковку я вам никак показать не смог бы так, давайте мы рассмотрим корабульку да, корабулька у нас здесь, получается, идет так, сейчас корабулька у нас здесь вот показана вот Intel Inside или как там, Inside Inside вроде вот модель самого ноутбука давайте давайте-ка мы его распукаем точнее, распакуем распакуем, распакуем, распакуем вот такую высоту камеры настроил открываем здесь, конечно, была поролонка такая вот не поролонка вот я не знаю, как вам объяснить не поролонка, вот это белый такой материал закрыт здесь был так, ну, ноутбук был сам в пленке то есть сначала здесь была пленка потом он был в этой мягкой штуке так дальше у нас здесь давайте первое вытащим это вот такая картонка здесь здесь помята инструкция, ну, извините я помяла ее случайно как втыкать зарядку как включать power дальше, ну, обычное руководство обычное руководство международная поддержка ну, помята немножечко помята, да, да рекламка The Phone купите The Phone вот дорогой покупатель благодарим вас за выбор ноутбука Asus в котором воплочены новейшие технологии инженерные достижения вот вот эксклюзивное предложение для вас 10 кика на смартфон The Phone в нашем магазине asus.com rustor.asus.com сложно так там, по идее, зарядка должна быть да, вот она зарядник пленочку не буду я срывать ну, под пленкой вон обычный пластик пускай будут в пленочке так по идее там больше ничего нет достаем сам ноутбук это ноутбук уже а не ноутбук ребята как бы прошу заметить достать его я думаю проще вот так будет так ой, нет не падай камера так пониже сделаем ее настройки так сам ноутбук отрываем вот эти штуки так внутри вот этих кораболек короче тут уплотнение тут ничего такого интересного нет эти корабольки мы засовываем сюда-обратно а инструктажи тоже так вот так инструктажи так давайте закрываем коробку положу на задний фон вот так вот красивенько вот так вот так здесь у нас короче сам ноутбук вот комплект подставки его сам ноутбук на самом деле давайте можно я буду его называть ноутбуком уже ладно ноутбук комплект подставки зарядка сравним кстати сейчас старую зарядку так вот смотрите вот зарядка старого типа она использовалась где-то по 16 год такие зарядки вот есть такие побольше блоки конечно ноутбуку повезло маленькому у него маленькая зарядочка и вот такая же штучечка идет для сворачивания то есть длина провода здесь совмещенная то есть эта зарядка вот такая малюсенькая идет уже и здесь она идет получается на 19 вольт 1.7 и 5 ампера то есть 75 милиампер то есть 1 ампер якобы нагрузка идет здесь тоже здесь аж 14 уже вольт да здесь 19 вольт 2.1 ампер тут побольше зарядки такая вот зарядка старого типа вот здесь высовывается еще вот этот вот такой вот провод высовывается вот этот провод оригинальный кстати еще с момента выпуска видите он весь грязненький у меня так вот новая зарядка вот такая зарядочка она очень мало занимает места если в поездку очень удобно как бы вот сами видите да по сравнению вот с этим вот но еще ее сложить еще надо кстати и вот по сравнению с эти размеры вот этот маленький конечно вот так давайте мы его дальше распакуем вытащим вот эту мягкую штуковину из мягкой штуковины его дизайн этого ноутбука похож на металл вид металла у него не такой уж сзади сейчас они все вот такие современные делают их то есть видите windows 10 забор воздуха когда ноутбук закрыт выход ноутбука то есть выход воздуха то есть горячий отсюда выходит здесь холодный также воздух берется с клавиатуры так здесь батарейка несъемная к сожалению затрудняет ее замену очень сильно кстати у новых ноутбуков так теперь здесь монолит то есть здесь ничего никаких индикаторов нету здесь только замок что-то не украли ноутбук здесь тоже пусто вот здесь пусто все жесткий диск ой кстати это жестким диском без ssd с ssd конечно маленький объем 25 гигабайт так вот geomite usb 3.0 синенький usb 2.0 usb 2.0 и совмещенный джек с микрофоном и наушниками для маленьких флешек microSD и зарядник как видите в общем все мало конечно по сравнению с таким ноутбуком здесь конечно старый тип подключения вга 2 usb 2.0 опять же usb 2.0 микрофон и наушники lan-порт и зарядка кстати здесь нету lan-порта я кстати не заметила его здесь нет прикиньте придется по usb подключаться типа только открываем ноутбук о здесь вот эта новенькая штучка убираем ее открываем теперь ноутбук старого типа вот как видите конечно сравнение нечестное но это ноутбук вообще это ну примерно так и выглядели все компьютеры так итак клавиатура здесь слегка прогибается не знаю видно это будет или нет но она гнется кстати воздух сберется вот примерно с этой области и динамик находится тоже здесь давайте мы его запустим запустился от одного нажатия все-таки так загружается windows 10 должна стоять не linux не какая-то десятка лицензионная родная вот кстати здесь написано еще кстати вот так давайте заодно и вот этот маленький запустим вот этот маленький так вот этот маленький давайте запустим теперь запустился как видите здесь индикатор жесткого диска даже есть индикатор беспроводной связи а вот тут даже индикатора нету жесткого диска только индикатор питания Единственный индикатор питания Который показывает красным Если батарея разряжена Белым, когда батарея заряжена Здесь старая Windows XP Здесь я хотела поставить Linux Но Linux здесь очень плохо работает 7 тем более Вот так выглядит Батарейка подсела немножко Поэтому тускло работает Вот он ноутбук Набираем номерок Так Номерок Ну быстро запустилась Десятка кстати Очень кстати быстро Так теперь давайте посмотрим Характеристики данного компешника Данного компешника Давайте рядом поставим Ноутбук Маленький который У маленького кстати тоже забор воздуха Где-то берется Берется вот с этого места Вот где-то вот тут Тоже холодок чувствуется И так же выхлоп имеется Ну я думаю вы видели Так Так-так-так-так-так-так-так-так У нас здесь Так Давайте вот так я сделаю Давайте посмотрим Характеристики Свойства Так Intel Celeron Так Давайте я вам покажу Короче Так Работает кстати Как мой компьютер На Intel Pentium Так Вот такой вот Celeron Посмотрите Думаю вам будет полезно Вот так вот Это родная Asus Windows То есть видите Asus То есть Производитель Asus Кто эту Windows создал Она не создана Это сборка Asus Называется Они разные Есть сборки Samsung HP Acer Ну я не нашел Для своего компьютера Acer У меня там Переустановленная Семерка Тогда стоит уже Вот такой вот Компутатор Я Сделал максимальную Производительность То есть Здесь я могу Включить ее обратно Но сейчас я не буду уже Так что Не обращайте внимание Что окна не плавные Сейчас я включу Для плавности Не стал я все таки Включать Ну и ладно Так Давайте закроем Откроем пуск Как видите Здесь много Acer И вот этой Ой тьфу Asus Ну Всякого Хлама То есть Ну особо и не нужная Но любовь к батарее Нужна Потому что Любовь к батарее Это очень нужная вещь Потому что Иногда батарея Может и Крякнуться От того что Если не любить ее Так Давайте-ка мы Зайдем В Microsoft Edge А не в Google Chrome Microsoft Edge Это не интернет Прошу заметить Это не интернет Эксплорер Это Microsoft Edge Вот тут Кстати Либо двухъядерный Процессор Либо Четырехъядерный Но А здесь Одноядерный Процессор И все Больше ничего Здесь Intel Graphics Здесь слабее Конечно Тут Intel GMA Это Intel GMA Она конечно Будет Получше Чем Intel Graphics Но Intel Graphics Что-то уже Шаг вперед Какой-то Новенький Так YouTube Клавиатура Кстати Такая Тихенькая Довольно Сейчас Запустим 4G Ролик Зарядка Ну Кстати Очень удобная Зарядка Маленькая Кстати Очень мало Места Занимает Почти Телефонная Такая Зарядка Так Так Давайте Мы подождем Ой Ударил Конечно Зарядку Бедняга Зарядка Конечно Так 4G Ролик Давайте Вот этот Ролик Посмотрим Динамик Здесь Встроен В клавиатуру То есть Где-то Вот здесь Вот он Находится Вот такой Больший Динамик Кстати Вот здесь Где-то От буквы Еду Так Давайте Дождемся Так Реклама 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 Звук Побольше В динамик Встроен Конечно Этот Так У меня У меня Камера Особо Не запишет Так Давайте Ему Пока Дадим 700 1080p Дадим Ему Сразу Нагрузку Если Интернет Конечно Потянет Так Интернет Интернет Вытяну Вот этот Нетбук Маленький Кстати Он имеет Только 480 Видео Воспроизводитель И 360 Больше Никак Вот Этот Маленький Кстати Ребятки Ну да Интернет Конечно Не Камильфа У нас Жалко Что Здесь Нету Проводного Да Нет Вроде Заработал Нет Интернет Не позволяет Давайте Я тогда Уберу Сделаю 720p Эти Ребята Из-за Нашего Интернета Мы даже 1080p Не можем Посмотреть Ну Экран Конечно Мне кажется Как Уж Ну Вот Видите Без Лагов Видео Идет В полноэкранном Режиме Ну Может Из-за Интернета Ну Да Там Мама Походу Сидит Клова Аукцион Играет Да Интернет Плохой Очень А Нет Смотрите Бежит Бежит Ползунок Бежит Бежит Да Интернет Конечно Как уж На Вите Тоже Штучку Давайте Вот так Сделаем Иногда Вот так Помогает Ну Плавно Как Вите Идет 60 FPS Так Альф 64 Да Вич Так Теперь Ну Я Скачал Майнкрафт Абс Студия Абс Студия Здесь Идет 60 FPS То есть Стриминг Но Интернет Конечно Не позволяет Только 30 FPS Могу Стриминг Вести Если У меня Интернет По USB Сделать То Я думаю Будет Нормальный Такой Стриминг Жалко Жалко Что У нас Интернет Только Сего Лишь 150 Гигабит Но Только 30 FPS Вытягивает Вот Как Видите Ровно Идет 30 FPS Без Лагов Даже Если Я Открою Пуск А Нет Просела Там Видите До 29 Просела Немножко FPS Если Вот так Поделать То FPS Будет Гладким Кстати Кулер Заработал Я Слышу Он Тихо Работает Вот Сейчас Чувствую Холодок В клавиатуре Клавиатура О клавиатуре Клавиатура Удобная Мне нравится Но Она Прогибается Конечно Сильно Вот Очень Но Сейчас Она Особо Не важно Что она Прогибается Ну Не очень Сильно Прогибается И не очень Так И Слабо Ну Я не знаю Как вам это Объяснить Правильно Так Вот На этом Все Вот такой Обзорчик Нетбукушкой Ноутбуки Точнее Вот такой Ноутбук Очень длинный Обзор Самый длинный Обзор Во всей Моей жизни Истории Канала Ноутбук Конечно Не мощный Сильно Такой Не сильно Слабый Особо В принципе На десятки Мне кажется Она ему Плохо В принципе Ему лучше На восьмерку Или В windows 8 Так Подождите Есть же у нас Windows 8 Embedded Industry Pro Ведь Она тоже Подходит Для слабых Компьютеров Но Windows 7 Здесь Я почитала Не подходит Потому что Он На новой Структуре Процессора То есть Здесь Новый Совсем Процессор И здесь Будут писать Несовместимые Оборудования А то Здесь Какие-то Не будут Работать Функции Например Как на Моем Компьютере Не Работает Там Что-то Там С Видеокартой Плоховато На Windows 7 Буду Ставить Обратно Десятку Но С Этим Нетбуком Все нормально Я буду Снимать Отдельное Видео Потом Про него Вот На этом Все Всем Пока Вот Такой Отбух А С С Продолжение следует...